Всем привет, друзья! С вами канал Футбол Это Жизнь. Ну что же, в группе, в описании, кстати, вы можете перейти и подписаться на группу ВКонтакте. Там проходит много интересных голосований, ну и важная информация по поводу канала. Так вот, в группе ВКонтакте вы проголосовали, что все-таки стоит записать для вас обзор на новую Pro Evolution Soccer, лицом которым стал Каутиньо. Ну что же, перейдем к самой игре. Для меня ничем, честно, не изменилась игра, такой же и осталась, как и Pro Evolution 2018. Идет загрузка. Так, техническое обслуживание, все такое. Итак, наконец-то. Итак, прочитаем, что составы все это на май 2018 года. Ну что же, давайте перейдем к товарищескому матчу. Давайте сыграем матч Барселона-Ливерпуль. Интересно мне будет сыграть. Так. Общие параметры. Обычный игрок, мне кажется, пойдет. Так. Музыку где выключить? Так. Все. Ну что же, друзья, давайте перейдем к плану игры, посмотрим. Так. Ну, состав практически ничем не меняется, но я уже знаю, все вы тоже знаете про вот этот лайфхак, что если поставить Месси на Цапника, у него будет рейтинг 96. Итак, мы берем, ставим Суареса на Цапника. Каутиньо мы берем, поднимаем наверх, сюда. Даем ему так. Да, наверное, у него же по-другому больше лучше не будет, да? Если сюда тоже там, если на... Вот, как раз левый нам нужен. 88 он будет. Теперь мы берем, ставим Месси вот так вот. Есту сюда. Я, пожалуй, не хочу забускеться вот эту вот, сильно прям играть. И выпускаю дембелешку, которая у нас вот будет играть на правом фланге с рейтингом 83. Вот такую бы команду я бы хотел бы ее бы именно затестить. Так, ну все. Вот. Параметры футболиста. Давайте капитаном пусть будет Лионель Шмесси. Ну, состав давайте посмотрим. 90 рейтинг у Салаха. Ну, такой приличный рейтинг. Ему дали Мане и Роберт Фермино по 8.6. То есть, нормально. Стадион. Компноу. Вечер, лето. Пойдем-то. Ну, форма. Давайте мне вот охота именно отыграть вот в таких именно дополнительных формах, потому что они очень яркие и красивые. Все, поехали, друзья. Итак, уже с 2000, если не ошибаюсь, 14-го года и с PES-а 14-го все так же продолжают сотрудничать с игровым дышком Fox Engine. Также он и Metal Gerst был, кто любит вот такие вот игрушки. Так, стоп. Совет дополнительный стиль. Да. Но для меня более стала красочной эта игру. Ух-ух-ух. Что сейчас делал Дембеле? Пас Робоной прошел. А Месси хорошо пробивал. Также не забываем, что в PES-е появилось 7 лицензионных лиг. Причем из них это российская. Это будет круто, потому что российская лига теперь будет полностью лицензионной. Они не подпускают футболистов. Даже им выбить мяч не дают. И Лионель Месси. Хороший был момент. Татушек очень много. И все они прям точные копии. Если бы Месси забил, мы посмотрели бы, как он празднует. Но не в этот раз. Ну, игра действительно сейчас идет как качели. Ух, какой удар, друзья. Мохаммед Салах. Улыбнулся. Ну, действительно. Великолепный был бы момент. Красиво. А вот тут вот Дембеле получает мяч. От него много, большего все-таки, наверное. Ожидалось Луису Суарес. Забивает гол. Отличный гол Луиса Суареса. Такие замены новые, причем, появились. Ну, давайте выпустим Олеша Видали. Великолепный Дембеле дает на Месси. Месси на Суареса. Тот в касса не забивается бывшему клубу. Сегодня и Каутини, и Суарес встречаются против своего бывшего клуба. Ну, и Дембеле. И выход с Адио Мане практически один на один. Великолепные действия Андрея Терштегина. Две минуты, и должен быть сейчас. Исток арбитера, да. Что ж, друзья. Ничего нового, честно. Но вот только изменено табло. Вот такое вот счет. Гимн Барселоны. Итак, интересно, друзья, действительно. По-другому, естественно, чувствуется, играется. Давайте другой, следующий матч сыграем. Пробуем сегодня за разных. Сыграем, давайте мы за Шальке против Монако. Да, в Монако еще также нету Александра Головина, что вот как раз обидно идет. Так бы за Монако мы бы поиграли. Что тут по формам? Или серенькая, или... Нет, пусть так играют. План игры. Давайте мы посмотрим. Фарман. Так, Кейхра, Роналду, Стамбуле. Я бы хотел на 100 еще больше посмотреть. Так, Коноплянку мы сейчас выпустим. А если мы тебя поднимем? Нет, ну что это здесь так же, остаешься ты. Эмбуло, Бургсталлер. Пьяка, кстати, который из Ювентуса в аренду перешел. Так. Вот Мейра, пожалуй, выпустим. Леон Горецко, который в Баварии играет. А, то есть это... Все, я не понял, что это. Ладно. Горецко. Вот таким, пожалуй, составом мы и сыграем. Смотрим на став Монако, Балдай Дьявол, Лемар там уже. Ну, он был, то есть там нету... Так, Фалькау здесь все. Ну, рейтинги нормальные, мне кажется. Субашич, Глик. Симпатия, Фабинио также что-то в Монако еще делает. Но это все, друзья, трансеры за май 2018. И великолепный новый стадион, который в демо доступен. Это Уэлтинс Арена. Симпатичный стадион. Все очень даже симпатично это. Ух, какой удар. Ой, 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 друзья, вы видели, что это сейчас было? Монако Джорджио, которого я тут восхвалял, что он прям хорошо так подключает Субашич. Просто недоволен игрой защитника. Посмотрите. Коноплянка здесь хорошо отбивает. Ну, и это что такое? Держи. Здесь, естественно, Субашичу ничего не оставалось. Очень неудобно было. И, можно сказать, что Шальке просто заставляет забивать автогол. Обидно, обидно. А Джорджио Мейль залетает в свои ворота. А Джорджио Мейль залет в свои ворота. И бежит Мейер. Все, друзья, как я и говорю, очень быстро проходят таймы. Сами игры, и вот только один автогол. Отлично, мы ведем. Зладение за Монако идет. Удары. Створ на равных. Но мы побольше бьем. Фолы мы сфалили. И пасы. Смотрите, сколько пасуется много Монако. Но мы уже хотя бы на голову сыграли. Не повезло. Просто Монако и все. Смотрите. 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 Бежит Мейер. Харид. Коноплянка. Снова Стопбашич великолепно справляется с ударами. Коноплянка. Видит Харид. Мы видим Амбула. Но что-то он только не стал забегать. Продолжайте игру, сказал Рубитер. Амбула. Амбула. Дома. В смысле, я уже дома? Да. Пошел. Я что-то пришел. Стирку. Спасибо. Ничего. Пока ничего не делал. Потому что поздно встал. Ладно, мама. Ты где? Что, баблевы приезжали? Ну все. Она мне звонила, а это я тоже в футбол играл. Ну 8, что-то там 50 где-то звонила. Ну давай. Пока. Вот великолепно. Бургсталлер. Ух, друзья. Какой сейчас был момент. Кто это сейчас так пробил великолепно? Мне кажется, это Великорецкая. Великолепный момент. А нет, это Мэйр. Симпатичный был сейчас удар. Почти над перекладиной. Гизаль выходит вместо Балдей Дьяво. Ой-ой-ой, Горецко. Не удается пока что Шальке свой гол забить. Это Мэйр. Почти над планино. И влезка. Не удается пока. Не удается. Тебя. Бургсталлер. Ну что ж, друзья, вот так вот заканчивается матч. Очень он был интересный. Продолжение следует...